Всем привет и с вами лучший волейболист планеты. Ладно. С вами лучший волейболист России. Тоже нет, да? Тогда с вами лучший волейболист своего города. Ну и уж точно лучший волейболист в своей квартире. Да б... Ну как вы поняли, с вами просто Николай Иванов. Вы на канале AirSport. И сегодня я хотел начать серию выпусков про разбег в волейболе. Не будем долго тянуть? Поехали! Итак, к чему же я веду? Не обязательно быть лучшим волейболистом в мире, чтобы разбираться в базовых вещах волейбола. Таких, допустим, как разбег, о котором мы сегодня с вами поговорим. Сегодня речь пойдет исключительно о таких базовых вещах, как из чего же состоит наш разбег, какие ошибки допускаемые при нашем разбеге, и что нам нужно сделать с нашим разбегом, чтобы лучше нападать и лучше подавать. Ну что ж, погнали в зал. Сейчас я вам схематично объясню, из чего же все-таки состоит наш разбег. Все начинается непосредственно с первого шага. Этим самым шагом мы задаем первоначальное направление нашему разбегу. Далее у нас идет второй шаг, или как его еще называют подшаг, либо последний шаг. Этим шагом мы задаем максимальную мощность нашему движению и производим финальные корректировки разбега. Ну и, наконец, третий шаг. Стопорящий. При помощи легкого разорта стопы мы направляем наше горизонтальное усилие в вертикальное, что позволяет нам прыгать не вперед в сетку, а вертикально вверх. Продолжение следует... Вернемся непосредственно к значению шагов. Соответственно, как я говорил ранее, первым шагом вы задаете свое изначальное направление. Если у вас в комбинации идет обычная передача, то вы должны встретить ее на антенне, соответственно, к ней вы и направляетесь. И если же вы видите, что передача идет узко, то за счет второго шага вы корректируете свое направление движения и перемещаетесь максимально близко к мячу. Существует несколько остальных ошибок, которые совершают люди во время разбега. Первое из них это то, что они начинают семенить. Соответственно, шаги получаются очень короткими, движение получается не таким быстрым. Ну и на выходе мы получаем плохой прыжок, плохой удар. Вторая ошибка это то, что люди уделяют очень маленькое значение подшагу. Или так как его называют последний шаг. Подшаг должен быть широким и мощным. Иначе у вас никак не получится выпрыгнуть максимально высоко и ударить максимально сильно. Но конкретнее в этом элементе мы поговорим с вами в следующих выпусках. Еще одной очень серьезной ошибкой является то, что люди не используют свои руки во время разбега. О том, как максимально эффективно использовать мак-рук, я уже рассказывал на своем канале. Поэтому можете посмотреть это видео. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Ну и еще одна ностанная ошибка является то, что во время разбега мы не изменяем свою скорость. Соответственно, мы должны увеличить скорость во время всего движения. И лишь только с топорящим шагом мы переводим эту скорость в вертикальное направление. Ну вот, собственно, и все, чем хотел сегодня с вами поделиться. Если эта информация показалась вам полезной, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Если вам не трудно, ставьте ниже какой-нибудь комментарий, хотя бы, не знаю, скажем, плюсик. Просто, чтобы я понимал вашу активность, а то обычно там какая-то тишина происходит. И если вы хотите узнать продолжение серии данных видео, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну вот так, с вами был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете. И все у вас обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok